Я не могу его ненавидеть. Люблю ли я Стюб? Я не могу никого любить. Меня нет. Простил вы? Я не могу никого простить. Меня нет. И как вы думаете, что я скажу Максу, если встречу его там, у себя, на небесах? Вы уже знаете ответ? Я не смогу ему ничего сказать. Мы с ним не встретились. Никогда. Его не будет ровно так же, как и меня сейчас. Бог больше не пишет мне. Не отвечает на мои сообщения. Где бы я ему ни писала, он мне не отвечает. А раньше писал мне целыми днями. Спрашивал, как у меня дела, как жизнь, что я делаю. И я могла говорить с ним. С ним обо всем на свете. Разве могла я что-нибудь скрыть? Как же скроешь от Бога свою жизнь? Но он все равно меня спрашивал. А я отвечала. Иногда не сразу, когда была занята. Но он знал, что я занята. И он писал мне. И я знала, что он где-то рядом. А раньше писал мне целыми днями. Спрашивал мне лайки, комментировал записи, присылал смайлики. И он писал так специально смешно. Эй, что ты делаешь? Как у вас там, наверху? Все ок. Хочешь к нам? Давай заберу смайлики. Нет, спасибо, пока не хочу. Смайлик. Хочешь бляшки? Жратеньки, спатеньки. Смайлик. Да, если можно. Смайлик. Ладно, жри. И смайлик. Поцелуйчик. А потом он писал мне все реже. Все реже и реже после того, когда я не вернулась. В общем, я не вернулась назад. Он перестал мне писать. А я не поняла это не сразу совсем. Думала, вот спасибо, что все так. Август, море, форум. Я победила на конкурсе. Меня заметили все. Все продюсеры, композиторы. Я победила все. Видели бы вы их лица. Лица наших девчонок и нашей руководительницы. Теперь я живу в другом городе. В самом большом и главном городе. И у меня все хорошо. Только он перестал мне писать. Я пишу километров слов. Километры того, что случилось, а вопреки только ок. Ок и тишина. И я злилась на него. Думала, буду молчать. Думала, будет скучать. Не скучала. Срывалась. Писала ему. Писала, что чувствую, что вообще это нечестно. Быть впервые всем, а потом так оставить. Но он молчал. А потом пишет. Поговори с тобой позже. И я зла на него. Я ложусь спать, и он ждет мне смайлик. И короткая спок. А потом я писала все больше. Все больше и больше. Обо всем. Пожалуйста, только прочитай. Ничего не отвечай. Только прочитай. Пожалуйста. Но он молчал. И молчит сейчас. Ну чего же ты хочешь? Мне так нужны твои слова. Мне нужно, чтобы ты ответил. Чтобы простил. Я хочу тебе все рассказать. Я хочу все объяснить. Попросить. И главное, я же вижу, что ты онлайн. Ты всегда онлайн. Но почему ты не отвечаешь? Ну написала там лану, все понятно. Неважно, что я напишу на своей стене и какие фото выложу. Буду ли я счастливая, одна или с кем-то, ему все равно. Будут ли у меня новые победы, достижения, ему все равно. И так же, если я напишу, что все плохо, и на моей стене будет висеть кифа анимация с бесконечным проливным дождем, ему все равно. И так же, если моя песня будет висеть в верхней строчке всех их парадов, его не затронет. Он оставил меня. Он забрал все свои лайки, которые ставят. И не пришлет даже с Маликой. Богман. За что? Я скучаю вас с Маликом. И по приветам и бокам, по гуляшкам и спотинкам. Пожалуйста, пожалуйста, верни мне все это. Я кого предала? Ну я кого обманула? Неужели его? Неужели себя? Нет, не смей мне этого говорить. Я просто не могла, я просто тогда не могла. Я не могла приехать, я не могла вернуться. Я не была на ее похоронах. И даже потом не была. Я не смогла. Да зачем? Если этим уже ничего не исправишь. Если это уже ничем не поможет. А разговоров и так слишком много. И так слишком много говорят об этом. Историю с Максом раскрутили все СМИ, кричащие о толерантности. Веселый аллигатор попробовал олесбийской плоти. Нормальные, да, заголовки? На месте убийства Кати повесили табличку с радужной расцветкой. Теперь там место встречи всех сексуальных меньшинств нашего города. Даже с других городов приезжают, чтобы почтить ее память. Осталось только написать песню, снять фильм, чтобы почтить ее память. А я все пыталась забыть. Я пыталась забыть все. Очень трудно. Когда ты хочешь все забыть, и мне при этом же куча желания в области сердца рассказать тебе всю правду. Рассказать, что это я виновата. Что это все я. Я не могу. Я не могу. Я пытаюсь забыть. Восемь дней это сматство удалить из твоей головы. Но почему ты не пишешь мне? Почему не читаешь, что пишу я? Тебя нет. А я в другом городе. Стою на балконе. И пью чай без сахара. Мое лицо обдувает теплый ветер. Тот самый ветер. Ветер большого города. Но почему я тогда забыхаюсь? Впереди сотни тысяч других городов. Миллионы других людей, которые будут любить меня. Сегодня был первый концерт. Я пела им песню Макса. Песню, которую он писал для меня. Он писал ее для меня. Песню, которая победила на конкурсе. Которая понравилась продюсерам. Я не хотела, чтобы кто-то знал, что я написал Макс. Это все, чего я хотела. Я не знаю, чего мне хотеть. Я не знаю, куда мне бежать. Я не знаю, почему он мне не пишет. Он не напишет мне сегодня. Не напишет мне завтра. Он не напишет мне никогда. Завтра новый день. Завтра новые концерты. Только завтра никогда не будет тем завтра, которое было с ним.